Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смертны ли они? При поддержке бронетехники и артиллерии немцам удается занять позиции красноармейцев несмотря на их ожесточенные сопротивления «Повыше станции» «Повыше станции» Подразделение Красной Армии при поддержке бронеавтомобилей БА-64 пытается отбить потерянные позиции, но терпят неудачу. В этом бою противнику удается уничтожить советскую бронетехнику. БА-64, советский легкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны, был создан в 1941 году на базе легкового автомобиля ГАЗ-64. Он стал первым советским серийным бронеавтомобилем, оставался в строю до конца войны и выпускался до 1946 года. БА-64, советский легкий бронетехнику 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 Принимает усилия для развития наступления и бросает в атаку новые силы. С центра и справа фланга под прикрытием плотного минометного и пулеметного огня немцам удается выбить части Красной Армии с первой линии обороны. Красной Армии Наша артиллерия вступает в бой. Начинается массированный обстрел немецких позиций, подготавливающий контратаку. Немцы теряют бронетехнику и отступают. 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года ЗИС-2, периода Великой Отечественной войны, разработанная под непосредственным руководством Грабина в 1940 году. Она являлась самой мощной противотанковой пушкой в мире. 76-мм дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Благодаря своим выдающимся боевым эксплуатационным и технологическим качествам, это орудие признано как одно из лучших орудий Второй мировой войны. Великой Отечественной войны Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну давайте спуститься, обсудить какие косяки у нас есть. Продолжение следует...